Привет всем! Сегодня, находясь в этом красивом, спокойном месте, я хочу поговорить на очень щекотливую тему. Конкретно ошибки, которые очень мешают нам познавать мир. И которые, на мой взгляд, очень вредят начинающему полевому исследователю. И не начинающим тоже. Во многие из них я так или иначе вляпывалась, но, по-моему, преодолела более-менее. И хочу рассказать вам, почему они опасны и в чем они вообще выражаются. Итак, первая ошибка, я называю ее факт равно систем. Это когда мы знаем, что где-то что-то произошло и пытаемся из этого одного случая вывести какую-то тенденцию. Почему она так не работает? Потому что из одного факта можно много чего вывести, на самом деле, довольно много. Но мы не знаем, просто глядя на один единственный факт, мы не знаем, насколько он распространен, насколько он типичен. Это просто невозможно сказать, если у нас нет других сведений, статистики, каких-то других случаев, которые мы можем сравнить. То есть, если вы живете в каком-то месте, и уже несколько дней муссируется то, что у кого-то украли кошелек, это вовсе не значит, что в этом месте какая-то особенно опасная кременогенная обстановка. Нет, скорее всего, как раз наоборот, потому что именно этот случай, украденный кошелек вообще вылез, и он интересует людей. Если бы это было более-менее нормально, не такой большой редкости, то, наверное, люди бы об этом просто не говорили. И на самом деле, на одном единственном примере можно сделать очень хорошее исследование, кстати. Но каким образом это работает? Допустим, мы берем один фестиваль, и мы разбираем его буквально на составные части. Мы смотрим, кто в нем за что отвечает, каким образом решается, кто за что отвечает, где там религиозная составляющая, где там коммерческая составляющая и так далее, и тому подобное. Это может быть очень полезно, но, тем не менее, это просто на основе одного исследования невозможно сказать, как оно в целом, то есть как проходит фестиваль даже в одной Японии, допустим. Для этого нужно все-таки больше собрать данных. Второй момент, на самом деле, очень меня достает всегда, это поиск намеков, скрытого символизма, там, где их нет. Это особенно часто видно на примере кинопродукции, литературы и так далее. Это выглядит примерно так. Главной героине красная юбка, забор покрошен в красном цвет, у героя краснуха. Что это значит? Это значит, что режиссер коммунист. Но нет, не значит. То есть даже если режиссер действительно коммунист, то, скорее всего, намеки на его политические воззрения будут видны невооруженным взглядом в большинстве случаев. Если он что-то не сказал прямо, то вы сможете найти указания на это в его интервью. Что-то будет буквально на поверхности в культурном фоне. То есть если вы немножечко знаете культуру той страны, в которой он вырос, ну, я не знаю, может, если вы знаете, как обычно коммунисты подчеркивают принадлежность к коммунизму, то вы будете знать, что говорит, что вот в фильме подчеркивает политические воззрения режиссера. Совсем не обязательно пытаться натянуть там сову на глобус, пытаться привязать одно к другому. Скорее всего, если это не на поверхности, это случайность, потому что зачем нужен в произведении намек, который не поймет зритель, который поймет только один человек, вы непосредственно. Нет, конечно, это чаще всего так не работает. А если это так и работает, то шансов, что именно вы окажетесь тем самым прошаренным зрителем, очень мало. Скорее всего, это поймут только очень-очень-очень опытные, крутые специалисты в этом конкретном вопросе. Так что лучше сосредоточиться на том, что на поверхности. Оно как-то спокойнее и приятнее, опять же. Третий момент. Третий момент, это, ну, он немножко связан с предыдущим, это то, что у всего есть смысл. Заметьте, на самом деле здесь есть такая интересная деталь. Давайте я расскажу на примере своего исследования. Вот мы приходим в храм, и, возможно, нам кажется, что в этом храме все будет на своих местах. То есть тут не может быть какой-то случайной вещи. Это же вот, значит, место культа, да, то есть здесь все должно быть на своих местах. Не может эта статуя здесь стоять для красоты, а эта картина закрывает дырку на обоях, да. Но реально храм это еще и место, где собираются люди. Это место, где люди живут очень часто. В Японии, да, храмы и живут. И пусть живые помещения отделены от, ну, скажем, священных помещений, но очень часто именно на территорию храма понемножечку начинают выплескиваться, скажем, жизнь тех людей, которые этим храмом управляют, то есть священника и его семьи. Вы можете увидеть, допустим, вот прямо в главном молильном зале витринку с принадлежностями хобби священника, настоятеля храма, его жены, там, так далее. В саду может быть декоративная скульптура, это абсолютно нормально, просто люди хотят, чтобы их сад, сад их храма выглядел красиво, поэтому они могут поставить туда что-то, что не имеет религиозного значения. И да, действительно, допустим, статуи в храме могут указаться абсолютно случайно, и такое бывает, это может быть подарок от прихожанина, это может быть кто-то просто принес, и такое бывает, и на самом деле из этого тоже можно много чего вывести, то есть у этого всегда есть причина, но смысла глубокого может и не быть. И когда вы выходите в поле, стоит всегда понимать, что вполне возможно, вы просто не найдете причины, почему вот эта штука здесь находится, она может быть здесь абсолютно случайно, ее может здесь случайно, сюда случайно занести. И это всегда стоит держать в голове, что это может быть просто случайностью. Наконец, еще один момент, который тоже доставил мне лично очень много проблем. очень часто мы считаем, что информатор непременно прав, информатор знает. Это раз за разом я сталкиваюсь в вопросах, когда мне один японец сказал, что оно так, значит оно так. нет. То, что японцы не всегда хорошо разбираются в своей культуре, в своей религии тем более. И то, что они говорят, может быть не совсем правдой. Всегда стоит понимать, что человек, как бы он ни был в культуре, насколько бы он ни был прошарен, он в первую очередь высказывает свою точку зрения, свое мнение о том, как оно выглядит, как оно есть на самом деле. Это касается и меня тоже. Это касается любого. И поэтому особенно полагаться на авторитет, ну, я не знаю, на мой взгляд, нужно руководствоваться принципом, всегда руководствоваться принципом, доверяй, но проверяй. Если вам человек говорит, это так, это означает, что он так думает. Но как оно на самом деле, думают ли так все, мы не знаем. Давайте приведу один пример из своей практики, опять же. Мне один, скажем, такой очень топовый священник, очень известный, уважаемый, как-то в личной беседе пересказал довольно известную легенду, заменив в ней главное действующее лицо, бодхисаттва джизо, на бодхисаттву кокудзо, между которыми есть связь, но не настолько сильная. и я потом даже проверила и выяснилось, что вот эта конкретная легенда с кокудзо существует, похоже, только в его голове. То есть, я не нашла вообще никаких указаний на то, что существует такой вариант этой легенды. Почему он мне это рассказал, я не знаю. Может, он перепутал, может, ему просто кокудзо нравится больше, чем джизо, и поэтому он решил заменить одну личность другой. Может, он просто решил надо мной приколоться. У священников иногда очень интересное чувство юмора. Я не знаю, но факт, что если бы я приняла эти слова на веру без проверки, могла бы сильно вляпаться. поэтому информаторам можно доверять до определенного момента. И всегда стоит давать своему информатору право на ошибку, право не знать. Даже если он исследователь, даже если он священник, и по идее должен разбираться в религиоведении, в чем. Человек имеет право ошибаться, перепутать. Это стоит помнить и просто самому тоже проводить какой-то ресерч, чтобы не сесть в лужу. Так, ну, давайте мы добрались до последнего. И это, надо сказать, довольно болезненный момент для многих исследователей. И немножко спорный, потому что, я думаю, здесь со мной далеко не все согласятся. Ну, в общем, я считаю, что нужно беречься красивых теорий, стройных теорий, в которых ничего ниоткуда не торчит, в которых нет противоречий. Я для себя вывела, что если все так красиво, то что-то здесь не так. Давайте объясню, откуда у меня появилась эта мысль. Мой научрук, мой первый научрук в Японии, Иваюми Судзуки, очень любит одну такую интересную теорию, которая по-японски называется maker, dealer, user, да, это понятное дело калька с английского языка, то есть maker, производитель, dealer, распространитель и user, соответственно, пользователь. Он всегда утверждал, я думаю, до сих пор так считает, вряд ли что-то изменилось, что на любой вопрос нужно смотреть, по крайней мере, с этих трех позиций. То есть, если мы, допустим, говорим об образе некого бодхисаттва или Будда, то будет позиция с точки зрения мейкера, то есть с точки зрения сутр, в которых он впервые упоминается, его образ в сутрах, будет взгляд с точки зрения дилера, то есть священников, которые распространяли этот культ, это будет, как правило, немножко упрощенный, возможно, немножко основанный на собственном опыте и так далее, то есть немножечко будут какие-то отличия, что-то, что священники будут добавлять для того, чтобы как бы заинтересовать свою паству и так далее, и будет взгляд со стороны простого юзера, со стороны народа, и здесь будет уже полный коктейль, тут люди будут скорее всего черпать сведения из очень разных источников, это и личный опыт, грубо говоря, помолился я вот этой вот подхисатве канон, вот этот конкретный, который у нас в храме стоит, и у меня зубная боль прошла, молитесь, канон, за зубную боль, это будет накладываться какой-то образ со стороны, то есть допустим, у нас есть некое местное синтаистское божество, в какой-то момент оно по какой-то причине объединилось с образом бодхисатву канон, и в результате какие-то функции этого божества перешли нам бодхисатву канон, причем это может быть именно вот в одной единственной деревне вот такой получился микс, в других деревнях этого нет, и такое бывает, тут очень многое может прийти, и кто-то что-то недопонял, такие вещи, и в результате получится, что как бы мы хорошо не разбирались, как бы мы хорошо не знали, не понимали вот этот образ, не разбирались в вопросе, всегда будет что-то, какая-то новая информация будет приходить, которая будет немножечко нас сбивать с пантаунку, немножечко разбивать нашу встроенную теорию, и это нормально, это то, как оно обычно происходит, если речь идет о людях, если в деле замешаны люди, то ничего не будет работать, так как оно задумано, и это нормально, с этим нужно смириться. Вообще, я могу сказать, что применительно к полевым исследованиям, к познаванию мира, мне кажется, важна некоторая открытость в сочетании со здоровым скептицизмом. Все нужно проверять по нескольку раз, и очень часто приходится отказываться от своих выпиставанных взглядов, потому что реальность выглядит немножко иначе. И если человек может отказаться от ну скажем, от своих идеалов, от того, как он хочет, чтобы оно выглядело, он будет хорошим исследователем. я считаю, это самое главное. Ну что ж, на сегодня все. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, какие у вас предложения. И пока-пока. Субтитры